МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калинковичах к помощнику президента со своими вопросами по телефону и лично обратились более полутора десятков человек. Так, житель деревни Турцевича сообщил, что в центре населенного пункта фермер на своем участке содержит более сотни коров. Такое соседство доставляет неудобства. Юрий Шулейков в сопровождении руководителя райисполкома выехал на место, чтобы разобраться в этом вопросе. Фермер Николай Змушко и сам рад бы перевести свое хозяйство за пределы деревни в более приспособленные для этого условия. Однако некуда. А строительство новых помещений потребует времени, а главное средств, которых у фермера просто нет. Помощник президента поручил местным властям в самые короткие сроки предложить приемлемое для всех сторон решение. Тут достаточно принципиальный вопрос, который нужно глубоко изучить для того, чтобы сначала найти приспособленное помещение. Потому что все стоит денег. Или отправить на развитие скотоводства, или строить сегодня временно здание. Но действительно, сегодня содержание скота происходит прямо в жилой части деревни. Вокруг находятся жилые дома, школы и так далее. Нужно подойти умно, планомерно, для того, чтобы не разрушить бизнес, потом возвращая кредитную нагрузку. А чтобы сегодня хозяин понимал, что год-два я строю, потом сельчане будут довольны, что я уехал с этого места. И бизнес остался, а может даже увеличиться, и ему станет легче, технологичнее для того, чтобы получать качественный продукт. Во время диалога с жителями Калининковического района Юрий Шулейко поинтересовался проведением оздоровительной кампании в каникулярное время. Подготовкой школ к новому учебному году. Также представители соответствующих служб рассказали о безопасности уборочной кампании. Подготовке к зиме, ремонте дорог, благоустройстве населенных пунктов и детских площадок. Если к порученному участку относиться с душой, тогда и отклики местных жителей будут положительны. Ориентировал специалистов Юрий Шулейко.